Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же происходит на них сейчас. Дождались мы момента X, самого важного события последних месяцев. Это, собственно, итоги заседания Федеральной озерной системы и публикация процентной ставки. Все внимание трейдеров, участников рынка сейчас приковано именно к этому событию, потому что от того, какое фактическое решение мы услышим от представителей ФРС, будет зависеть, что можно делать и как можно будет торговать активами в дальнейшем. Нас интересуют, прежде всего, позиции доллара и то, как он будет влиять на прочие финансовые активы, которые представлены на мировых финансовых рынках. Собственно, о долларе мы еще поговорим. Давайте не будем нарушать наши привычные сценарии. Начнем с позиции черного золота, потом переключимся, разумеется, на рубль, и после пробежимся по основным валютным активам, которым мы традиционно также уделяем внимание. Стоит отметить также, что в ходе сегодняшнего брифинга традиционно будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Сегодня величина бонуса под стать как раз значимой макроэкономической статистикой и все-таки серьезному фундаментальному поводу, также ставка неплохая, 8%. Действует этот бонус до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. У вас, по сути, есть целые полноценные торговые сутки, чтобы воспользоваться этим предложением и, разумеется, повысить покупательскую способность ваших депозитов. Теперь, собственно, давайте переходить к позициям черного золота. Актуальные котировки на текущий момент 49,80. Мы видим, как Brent полномерно вернулся к уровню психологического сопротивления. Это 50 долларов за баррель. Хотя, если, опять же, оценивать фундаментальный фон прошлой торговой сессии, я не думаю, что там можно будет найти уж достаточно серьезных факторов, которые действительно позволили Brent с точки зрения, опять же, фундамента реализовать такой неплохой бычий потенциал. Даже если будем копать, в целом, в конечном счете, мы вернемся к старым инвестиционным идеям и именно прочему фундаменту, указывающим на то, что Brent в перспективе должен больше слабеть. Но, говоря про вчерашний рост, я думаю, что в качестве причин 5% прибавки стоимости можно отметить две. Во-первых, это восстановление китайской фондовой секции. В частности, мы традиционно ориентируемся на показатели композитного индекса в Китае. Смотрим за его динамикой, потому что понимаем, что именно сейчас китайский фондовый рынок остается ключевым барометром настроений, который присутствует на всех финансовых рынках. И если композитный индекс с открытием на азиатской сессии демонстрирует отрицательную динамику, это тут же сказывается соответствующим негативом стоимости прочих активов. И мы также начинаем переключаться на идеи, связанные с повышенным спросом на защитные валютные активы и отказываемся от, скажем, локальной бычьей торговли по доллару. Вчера динамика была иной. Если в понедельник, вторник шанхайский композитный индекс закрывался с минусом, то по итогам вчерашней торговой сессии мы увидели уже рост и довольно-таки неплохой. 5% и почти символично можно сказать, что этот как раз прирост 5%, он может быть и поспособствовал такому же 5% бычьему ралли и по позициям черного золота. Другой фактор уже с точки зрения американского фундаментального фона и перспективной стоимости американской валюты. Вчера были опубликованы данные по инфляции, они оказались не такие хорошие, как хотелось бы увидеть. В связи с тем, что те трейдеры, которые делали ставку на ужесточение монетарной политики, отталкиваясь от возможностей роста индекса потребительских цен, не получив подтверждения этого, тут же снизилась и вероятность решительности от ФРС. Если раньше, даже в начале этой недели, вероятность повышения ставки была на уровне 30%, то после вчерашних данных по инфляции она планомерно снизилась до 20%. Соответственно, если ставку не повышают, то, может быть, мы увидим неплохое медвежье ралли по американцу и, соответственно, медвежье ралли по доллару приведет к соответствующей динамике в отношении сырьевых активов. То есть их стоимость снизится, а в целом такую логику и такой сценарий можно будет использовать в качестве повышенного спроса на них. Объясняя, собственно, этим фоном вчерашнее укрепление позиций черного золота, можно уже добавить еще один аргумент, связанный с тем, что и американец сказывается на поведении сырьевых активов. Также вчера были опубликованы данные по запасам нефти в США. Напомню, что это уже была официальная оценка от Минэнерго США до этого АПИ, которые констатировали снижение. Официальная статистика уже была иной, поскольку мы констатировали прирост запасов, по сути, до 2,84 миллионов. В целом, можно сказать, что емкость номинальные показатели в главном терминале США в Кушинге увеличивается, значит, создается прессинг на прочие нефтяные хабы. И таким образом, наверное, расхождение и диспропорции между спросом и приложением будет еще сильнее увеличиваться. Поэтому так полномерно можно вернуться к нашей долгосрочной фундаментальной идее, которая предполагает все-таки наличие серьезных предпосылок для того, чтобы делать ставку еще на сохранение импульса для потенциального медвежьего ралли. Мы отметили, что в качестве ближайшей цели по Brent может оказаться значение 45 долларов за баррель. Действительно, стоит только трейдерам вернуться к обсуждению, разумеется, прошлого фундаментального фона и к прошлой статистике, реальной статистике, с которой мы имеем дело. Так сразу будет ясно, что серьезных оснований для усиления позиций Brent и WTI на рынке попросту нет, поэтому ложные обычаи ралли можно будет легко заместить уже абсолютно оправданной и логичной фундаментальной коррекцией. В общем, я считаю то, что если мы и увидим сейчас консолидацию про торговку, это будет не сильно выше уровня 50 долларов за баррель. Но в целом, наверное, этот рубеж сейчас будет тестирован нефтяным активом, но после, конечно же, на рынке вернутся старые подтвержденные инвестиционные идеи. И, собственно, вместе с ними мы также будем делать ставку, опять же, на избыточное предложение и также полномерно продавать позиции, точнее, продавать этот актив. Напомню, что единственное, что может позволить нам отказаться от коррекционной идеи по Brent, это, наверное, внеочередное заседание ОПЕК, где будет, по возможности, пересмотрена квота. Ну и либо, по крайней мере, снижение объемов производства в рамках ближневосточного картеля, потому что до сих пор квота находится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки, но фактически объемы еще выше, что в целом усиливает факт очевидного расхождения. Поэтому по Brent не отказываемся от нашей коррекционной идеи, даже несмотря на вчерашний восходящий выпад. Российская валюта. Здесь понятно, если золото черное укрепилось, значит рубль, разумеется, получил фундаментальную поддержку и использовал это для укрепления своих позиций. Актуальные котировки 65,36, но, опять же, мы понимаем, что нефть может в любой момент развернуться и спровоцировать очередной виток девальвации и по позициям российской валюты. Вчера на рынке появились слухи о том, что может выйти снова Центральный банк на российский валютный рынок и снова начать покупать валюту, может быть, даже в прежних объемах. Я считаю то, что эту новость, наверное, стоит воспринимать не в качестве позитивного фактора для рубля, а может быть, даже негативного, потому что если сейчас, с учетом актуальных уровней, Центральный банк будет покупать валюту, это будет больше похоже на то, что российский мегарегулятор допускает еще большую девальвацию рубля, а поэтому хочет затариться долларами по более комфортному и приемлемому курсу. Такая логика, мне кажется, наверное, более сейчас приемлема именно для подобных действий со стороны российского мегарегулятора. Но пока это еще, в принципе, не подтверждено. Другой потенциальный фактор поддержки для российской валюты – это налоговый период. Но мы уже в весьма негативном ключе о нем отозвались, поскольку прошлые периоды не оказали абсолютно никакой поддержки рублю. В этот раз, я думаю, что, скажем, этот налоговый период не будет исключением, потому что в качестве противовеса для налогового периода идут еще обязательства российского корпоративного сектора перед зарубежными критерами. Я думаю, что эту тему можно будет закрыть только в самом конце этого месяца. Обязательства, напомню, серьезные. Почти около 15 миллиардов долларов. И, соответственно, такая цифра полностью нивелирует все потенциальные конверсионные сделки, которые могли бы привести к укреплению российской валюты. Другими словами, факторов поддержки для рубля нет на рынке. Единственное, что нет. Если нефть действительно найдет еще основания для восстановления, тогда и рубль чуть-чуть скорректируется, то есть укрепит собственное положение против своих основных конкурентов. Но вероятность этого крайне низка, поскольку уже отмечено, что, наверное, 50 – это тот уровень по бренду, где с большой долей вероятности этот бычий запал выдохнется, и откуда пойдет уже новая волна распродаж, которые, разумеется, приведут к соответствующему наслаблению и российской валюты. Прежняя цель по рублю USDRAP актуальна – это 70 рублей против доллара. Мы пока от нее не отказываемся. Идем далее. Европейская валюта против американского конкурента. Здесь стоит говорить уже про актуальный новостной фон макроэкономического характера касательно еврозоны. Вчера мы ориентировались на, наверное, очень, может быть, даже самый важный отчет сейчас для еврозоны – это данные по инфляции, поскольку, напомню, что именно риски дефляции и низкие показатели по инфляции стали причиной беспрецедентных мер со стороны еврозоны, то есть которые были запущены через программу количественного осмещения в марте 2015 года. Сейчас мы видим то, что эта программа, уже по факту можно говорить, учитывая актуальные показатели по инфляции, не привела к разгону этого индикатора. Напротив, актуальные цифры – годовой показатель индекса потребительских цен, как стало известно вчера, снизился с 0,2% до 0,1%. И фактически годовой показатель, на который и нужно, разумеется, ориентироваться, находится буквально в одном шаге от дефляционной пропасти и рисков уже дефляционной угрозы, которая непременно приведет к еще большему падению потребительского спроса и в еще более негативном ключе скажется на темпах экономического роста. Если статистика плохая по инфляции, и, соответственно, тогда можно уже снова возвращаться к прежним ожиданиям касательно новых мер экономического стимулирования со стороны Европейского центрального банка, потому что ставка на это уже делалась. То есть даже представители, еврочиновники нам ясно давали понять, что если индекс потребительских цен будет тяготеть к отрицательной зоне, значит, наверное, решительность не заставит себя долго ждать. В принципе, эти слова были подтверждены в том или ином виде уже и председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Поэтому мы не отказываемся от своей идеи касательно ожиданий расширения программы количественного смягчения. На какую сумму это произойдет, вопрос, конечно же, наверное, самый интересный. Но нам достаточно того, что дополнительные экономические стимулы последуют, и они, разумеется, будут приводить к стратегической, долгосрочной разрузке позиций европейской валюты. Против евро действует еще и потенциальный рост американской валюты. Ну и еще я также советовал обратить внимание на очевидный спред доходности между немецкими облигациями и американскими трежерис. В частности, по итогам вчерашней торговой сессии американские двухлетки достигли максимума по доходности за последние 4 года. Что касается спреда доходности между немецкими бумагами и американскими облигациями, то он находится на максимальном уровне за последние 7 лет. Разумеется, повышенный интерес будет, точнее, трейдеры сделают ставку на именно американские бумаги, потому что доходность там гораздо выше, да и с точки зрения надежности это такой же инструмент, стабильный и стоящий, как и немецкие бумаги. Но если надежность одинаковая, а есть расхождение в доходности, можно, конечно же, сделать ставку на более привлекательный актив. Если последует приток инвестиций, разумеется, в американские облигации, будет расти спрос на американскую валюту и, как следствие, усиливаться обменный курс доллара. Что также можно будет использовать в качестве полномерной и абсолютно оправданной логичной ставки на коррекцию главного валютного риска, то есть евро. Поэтому в качестве ближайшей цели по евро-доллару у нас по-прежнему остается уровень 1.10, пока на него и ориентируемся. Доллар японская иена. Актуальные котировки 120.77. По итогам вчерашней торговой сессии доллар смог показать небольшой прирост против японского конкурента. И сегодня мы уже полномерно концентрируемся на самом важном событии – это публикация ставки. Что касается интересных заявлений и интересного новостного фона, то в каком-то ключе я уже коснулся данных по инфляции. Давайте сейчас просто актуализируем показатель. Вчера были опубликованы данные по уровню инфляционного давления в США. Годовой показатель 0,2% полностью совпал с прогнозной оценкой. Что касается месячного, то он, к сожалению, снизился до минус 0,1%, то есть уйдя в отрицательную зону. Я не думаю, что показатель по инфляции может каким-то образом сказаться, сейчас повлиять на общее состояние американской экономики. Но знаю то, что очень много трейдеров, которые сейчас следили за этим событием, конечно же, ориентируются на возможные действия со стороны ФРС через коррекцию индекса потребительских цен. И поскольку не получили вчера сигнал расширения показателя уровня инфляционного давления, сейчас меньше, скажем, верит в то, что ФРС может поднять процентную ставку. Я все-таки отношусь к другому лагерю трейдеров, полагаю, что помимо инфляции есть еще много других секторов, сегментов экономики, может быть, которым будет уделяться большее внимание с точки зрения основы для повышения процентной ставки. И, разумеется, под этими секторами я имею в виду рынок недвижимости и рынок труда. На мой взгляд, очевидного прогресса там, даже не просто прогресс, а фактически решения тех проблем, которые были поставлены в качестве задач перед ФРС после кризиса 2008 года. Вернуть уровень безработицы ниже 5%, ну или, по крайней мере, к 5%. Сейчас эта цель практически достигнута, потому что актуальный показатель 5,1%. Рынок недвижимости также на самом лучшем уровне за последние 10 лет. Что касается инфляции, но здесь нужно прекрасно понимать, что рынок создал сейчас такие условия, которые не позволяют расширяться данному индикатору, потому что очень сильно снижаются цены на энергоресурсы, которые и влияют напрямую на фактические показатели по уровню инфляционного давления в стране. Снова хочу напомнить комментарии представителей ФРС. Это Локкарда, Розенгрена и Лейкера, которые осылались как раз на рынок труда, на рынок недвижимости и на риски формирования финансовых пузырей в рамках американского фондового рынка, да и в рамках американской экономики в целом. Отметив, что избежать их поможет как раз действие буквально вот на этом заседании, ну или по крайней мере до конца этого года. Потому что если мы не услышим о прорывном решении с точки зрения коррекции ставок сегодня, значит у нас полномерно эти ожидания поедут на конец 2015 года. Хочу еще отметить и напомнить также слова Джанет Йеллен, председателя ФРС, которая ясно дала понять в ходе своей последней конференции, что ФРС не будет ориентироваться и отталкиваться только от показателей по инфляции. Это также еще одна ремарка для скептиков, которые продолжают все-таки делать ставку на то, что из-за инфляции, поскольку она снизилась, все, ФРС не будет повышать процентные ставки, и мы не увидим этого вплоть до 2017 года. Вероятность этого крайне низка, точнее вероятность реализации подобного сценария. Больше аргументов и факторов в пользу ужесточения монетарной политики, на что, собственно, мы и делаем сейчас основную ставку. Также хочу отметить комментарий своего коллеги из Deutsche Bank. Мне очень понравилось его заявление касательно того, что ФРС повысит процентные ставки, потому что Джанет Йеллен устала нянчить мировые финансовые угрозы и риски. Честно говоря, очень хорошая формулировка, потому что в целом действительно это и так. Потому что помимо низкой инфляции еще много трейдеров ссылаются на то, что американская экономика понемногу начинает дисконтировать риски, связанные со снижением мировой экономики в целом, и вследствие этого показывают не такие показатели, какие хотелось бы видеть. После этого стоит задать вопрос, о каких вообще показателях идет речь, потому что темпы экономического роста, учитывая последнюю оценку, составили 3,7%. Это американская экономика, развитый рынок, который показал такой чудовищный рост. И это самый лучший результат среди всех развитых экономик. Но какие еще нужны доказательства касательно того, что американская экономика готова к сознательному ужесточению монетарного курса и политики? Я считаю то, что этих доказательств в последнее время было уже достаточно, поэтому еще раз повторяю свою субъективную оценку касательно ожиданий реального повышения ставок уже сегодня в 21.00 по московскому времени. Еще хотел отметить позиции британца. Вчера был также опубликован очень значимый макроэкономический риск, в частности, динамика заработных плат. Отчет вырос до 2,9% против прошлой оценки или даже прогнозов 2,5%. 2,9% на самом деле действительно это очень много. Это лучший показатель за последние, наверное, 5-6 лет. Соответственно, если растут заработные платы, значит, растет одна из составляющих для индекса потребительских цен. То есть можно полномерно делать ставку на то, что через какое-то время, если ситуация не изменится, сможет выкарабкаться индекс потребительских цен с тех нулевых значений, на которых он находится сейчас. Скорее всего, именно эта логика и стала использоваться по итогам вчерашнего дня трейдеры, которые снова поверили в то, что Банк Англии совсем скоро пойдет на повышение процентной ставки. Но я считаю то, что вчера по фунту, даже несмотря на очень серьезный рост, в частности, фунт-доллар прибавил за сутки около 150 пунктов и добрался до локального хая 1,5527. Вчера мы видели очередное ложное обычае ралли, потому что, прежде всего, я снова обращаю ваше внимание на тот факт, что руководствоваться нужно официальными данными и статистикой. То, что выросли заработные платы, это еще не серьезный, скажем, фактор и серьезная предпосылка для того, чтобы также начал полномерно расти и общий индекс потребительских цен. Этого сейчас не происходит. Напомню, что буквально вчера мы возвращались к данным по инфляции в рамках Англии и констатировали то, что индекс потребительских цен снижается, уже находится на нулевой отметке, то есть в одном шаге от рисков дефляции. С учетом такой статистики и действительно реалии, с которыми мы сейчас имеем дело, ни о каком повышении процентной ставки речи быть не может. И плюс ко всему, я советую вам не забывать про прочие фундаментальные факторы и сектора. Это рынок, соответственно, труда, рынок недвижимости, состояние промышленного сектора, общие показатели по темпам экономического роста и состояние платежного баланса. И здесь снова возвращаю вас к катастрофическим данным по экспорту, которые просели на 9,3%. Другими словами, фунт заряжен на стратегическое фундаментальное ослабление и текущие, скажем, выпады, они вряд ли будут иметь какого-то продолжения. Потому что топлива для сохранения бычьего ралли сейчас на рынке попросту нет. Поэтому снова актуализирую идею по британской валюте против доллара. Это ждем снижения актива в районе 1,52, где уже должны стоять предварительные отложенки селл-стоп, чтобы прокатиться вплоть до отметки 1,50. И еще хотел сказать про перспективы франка. Поскольку прошло буквально несколько часов назад заседание Национального банка Швейцарии, согласно в целом фону, который стал известен по его факту, можно констатировать, что Национальный банк Швейцарии по-прежнему готов задействовать все необходимые меры для того, чтобы ослаблять позиции национальной валюты и тем самым поддерживать конкурентоспособность национальных производителей. Поэтому в этом ключе хочу обратить ваше внимание на пару евро с ВИСИ, которые на текущий момент торгуются в районе 1,09,59. Соответственно, если Европейский центральный банк пойдет на дополнительные меры экономического осмельчения, то есть будет стимулировать экономику и спровоцирует ослабление европейской валюты, Национальному банку Швейцарии придется действовать еще более решительно и перевести ставку по рефинансированию, которая сейчас находится на отрицательной территории минус 0,75%, на еще, точнее ставку по депозиту, на еще более негативную отрицательную территорию. Разумеется, подобные действия будут направлены на опережающее ослабление франка в отношении европейской валюты. Поэтому Евро с ВИСИ будет сохранять потенциал для роста и движения в район 1,11. Это ближайший ориентир, на который сейчас стоит делать ставку. Что касается пары USD с ВИСИ, текущая актуальная котировка 0,97%. И мы также прекрасно понимаем, что если Национальный банк Швейцарии будет заботиться о своих национальных производителей, так же, как и раньше, через дополнительные меры экономического стимулирования, это приведет, соответственно, к ослаблению позиций швейцарца против американского доллара. Тем более, что на американскую валюту мы делаем еще полномерную фундаментальную ставку уже со стороны именно ожиданий повышения и ужесточения монетарной политики. Что касается пары USD в швейцарский франк, то наша цель по-прежнему неизменная. Это движемся в район паритета. И причиной для этого соответствующий потенциальный рост американца и дополнительные экономические стимулы со стороны Национального банка Швейцарии. Собственно, теперь еще раз напоминаю касательно величины сегодняшнего бонуса. Это 8% кодовое слово, приурочим как раз к сегодняшнему событию. Это ФРС. Если есть вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube. Амаркетс под видеоокном. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok